Всем привет! Давно не виделись. Снимаю сегодня видео и хочу поговорить с вами о закончившихся продуктах, о пустых баночках соответственно. Давно не снимала видео, потому что есть какие-то свои дела, какие-то свои проблемы. Особо даже времени не было подумать о том, чтобы снять видео, чтобы реально его снять и подавно времени не было. Но я сама люблю смотреть такие видео. Надеюсь, что вам тоже очень нравится смотреть такие видео в моем исполнении. Поэтому приступим. У меня очень много всего накопилось и пустых баночек, и покупок, которые я вам не показывала, но они уже превратились в пустые баночки. Поэтому я даже не знаю, как снимать эти видео. У меня, допустим, есть продукты, которые лежат в покупках, но они у меня закончились. Показать их как пустую баночку, либо показать как покупки и пустые баночки. Я даже не знаю, что мне делать, но у меня очень всего много накопилось. И вещей, которые я хочу вам показать, и всяких аксессуаров. В общем, кучу всего я нагребла за время моего отсутствия на канале. В общем, хочется как-то поделиться всем тем, что, в принципе, я приобрела за это время. Может быть, я приобретала то же, что и вы приобретали. И у нас, может быть, мнения сходятся, может быть, расходятся. Может быть, я что-то недопоняла. Так что встретимся в комментариях. Постараюсь не затягивать. Буду рассказывать быстро, потому что у меня нет времени даже сейчас. Поэтому я как-то выделила немножко время на то, чтобы снять это видео. И надеюсь на понимание. Ну и начну я с волос. В покупках я показывала вам шампуни. Вот такой, например. Это шампунь-оцелитель дегтерный или дегтярный. Я не знаю, как правильно. В общем, им пользовался у меня парень. Ему он, в принципе, нравился. Меня, допустим, отталкивает запах. Я уже говорила, что я раньше пользовалась не шампунем, а именно мылом жидким, дегтерным для тела. И запах мне даже тогда не нравился. Но само свойство именно мыла было очень суперское. Сказал, что ему понравился этот шампунь, что, в принципе, он ему помогает. Но, как он заметил, что, наверное, кожа немножко привыкла. И он приобрел недавно немножко другой. Тоже дегтерный, но немножко другой фирмы. Также я вам показывала в покупках вот такой шампунь Шаума для мужчин. В общем, у меня, я рассказывала, была такая история, что я приобрела шампунь понтин. И он мне не подошел ни парню, ни мне. И у нас перхоть появилась от него. Вот этот шампунь немножко меня спас от перхоти. Я пользовалась как... Первый раз я промывала голову понтином, потом вот этим вот шампунем. И все было чудесно. Понтин у меня еще остался. Уже скоро пойдут в пустые банки очередные. Вот этот закончился. Запах у него такой был мужской. Промывал волосы, кстати, очень хорошо. Что мне в нем нравилось? Одно единственное. То, что он хорошо промывал волосы. Все остальное меня как-то не особо и напрягало и не особо устраивало. Это, кстати, у нас сила и объем с хмелем. И также в паре с этими шампунями я пользовалась вот таким вот бальзамом. Этот бальзам от Планета Органика. Ни разу не пробовала именно вот такие вот бальзамы. Кстати, говорят, что они очень хорошие и так оно и есть. Он очень густой, этот бальзам. У меня, кстати, укрепляющий бальзам для волос. Сила и блеск. 15 минералов. Мертвого моря. Морской хитозан. И органическое масло ши. Я повелась, я уже говорила в покупках, на масло ши. И в покупках я говорила, что я его не попробовала. Так вот, я его закончила. И честно, я бы его повторила еще раз, но у нас столько много сейчас всяких новинок выходит. Столько много хочется всего попробовать. Но если у вас не богат бюджет, да, и вы не хотите или не можете покупать что-то дорогое, вот это вот стоило что-то 80, по-моему, с чем-то рублей. Вполне, вполне. И знаете, что я обнаружила? За счет того, что он такой густой, его можно даже разводить. Я его наносила не на кожу головы. Я наносила именно непосредственно на кончики. Когда его осталось уже в конце совсем чуть-чуть, не выдавливалось через помпу, потому что он очень густой, приходилось как-то его прессовать, трамбовать, чтобы он попал именно в саму трубку. И это было не очень удобно, очень заморочено. И я приловчилась. Я налила сюда воды, как-то один к одному, наверное, разбавила. Оно было такое немножко жидковатое, но свойства его нисколько не поменялись. Он хорошо питал волосы, он хорошо увлажнял их. Продолжим мы продуктами для лица. Их у меня очень много. Например, покажу вам вот такое вот средство для умывания, которое у меня закончилось. Это Арифлейм из серии Оптималс. Такая вот зеленая версия. Не знаю, видно вам, не видно. В общем, здесь 200 миллилитров и этого средства мне хватило надолго. Ну, конечно, за счет того, что у меня были параллельно еще какие-то средства для умывания, потому что если бы я пользовалась им одним, мне бы хватило, конечно, его ненадолго. Хотя я какой-то период, когда уже заканчивала вот этот бутылек, я пользовалась им одним. И честно, мне даже вот этих остатков, которые там были, хватило на месяц с лишним. Короче, я им пользовалась почти год в целом. Даже, может, больше. В общем, мне оно понравилось. Могу посоветовать. Вполне очень такое себе хорошее средство для умывания. Кстати, зеленая версия идет для жирной и комбинированной кожи. Не могу сказать, что как-то помогало матировать кожу. Но после умывания кожа становилась такая немножко матовая. Но эффект ненадолго сохранялся. Так что, сами понимаете. Еще у меня закончились масла. Масла для лица. Я вам показывала вот такое вот масло, которое я приобретала. Первое. Миндальное. Мне оно не очень понравилось. Оно... Мне не понравилось тем, что оно ничего не делало. Абсолютно. Если взять вот это вот масло от фирмы Ботаника, да, это масло я сразу, когда нанесла его на лицо, я ощутила то, что у меня кожа подтянулась. У меня под глазами кожа немножко такая разглаженная стала. Не то, чтобы морщины там разгладились там или еще что-то. Нет. Просто такое лицо подтянутое в тонусе. И мне это очень нравилось. Причем этот эффект я заметила после первого применения. Вот это масло не советую. Вот такую фирму, если увидите, не берите. Вообще не стоит оно того. Фирма Ботаника. Я не знакома с этой фирмой была. Как-то взяла просто наобум. И, в принципе, теперь беру эту фирму постоянно. Разные масла. И мне они очень нравятся. Например, вот такое вот миндальное масло. Оно мне очень понравилось. Я буду брать его еще раз. Именно от Ботаники. И еще вот такое вот масло я брала. Абрикосовое. Sorry. Абрикос из косточек. Я не знаю, почему именно так пишут. Обычно абрикосовое масло. Ну, в общем, абрикос из косточек. И это масло тоже мне очень понравилось. Потому что эффект у него немножко другой. От миндального масла эффект я ощущала намного лучше. Именно тонуса, подтягивания кожи. Это масло напитано у нас всякими минералами, витаминами и прочим. Впрочем, можно почитать все в интернете. В общем, оно направлено не на то, чтобы разглаживать что-то. Оно ухаживает за кожей и напитывает ее всякими минералами и витаминами. Как написано. Если я ничего не путаю. Миндальное абрикосовое масло от фирмы Ботаника могу советовать со стопроцентной уверенностью. Ну, еще у меня закончились две салицевовые кислоты. В принципе, что тут говорить. Пользуюсь до сих пор. Так что ничего не изменилось. Еще у меня закончились эфирные масла. Мои любимые эфирные масла. Я их еще приобретала в Украине у нас. Это масло лимона и апельсина. Больше всего мне, конечно, нравится масло апельсина. Потому что именно вот запах апельсина мне как-то больше нравится. И именно вот цитрус этот как-то ближе мне по запаху. Масло лимона, оно такое действительно пробуждающее, такое бодрящее. И я его также очень любила, но использовала исключительно по утрам. Потому что когда я использовала его вечером, какой-то вот этот бодрящий такой эффект, он мне мешал потом заснуть. А в целом эти масла мне нравились. Здесь, кстати, заметила, что здесь в России тоже продаются такие масла. Это фирма Ароматика. Они тоже здесь продаются. Так что, в принципе, я думаю, и от Ботаники можно приобрести эфирные масла. И от Ароматики они тоже очень хорошие. Также у меня закончились две маски. И одна маска, очищающая на васильковой воде от бабушки Агафьи в такой вот майонезной тубе. Что хочу сказать. Она такая была вроде бы и глиняная, но больше какая-то... Я не знаю, как это объяснить. Она была очень мягкая, деликатная. Я считаю, что вот эта вот маска очень подошла бы для какой-то чувствительной и сухой кожи. Раз в неделю ею можно было пользоваться спокойно. Она не сушила, вот не пересушивала кожу после ее использования. Поэтому, в принципе, могу посоветовать, но не для жирной комбинированной и не для какой-то там нормальной кожи. Вот именно чувствительная, либо какая-то сухая кожа. Так, в целом, мне не понравился эффект, потому что мне недостаточно было очищения. Мне казалось, что она такая более очищающая, увлажняющая. Еще у меня закончилась маска от Планета Органика. Все, я знаю, хвалят эту фирму. Крема для лица. Я их не пробовала и навряд ли, наверное, попробую. Хотя, кто его знает. Ну, выглядел тюбик вот так вот. Это у меня маска для лица на органическом масле. Пять норвежских ягод. В общем, это у нас натуральная омолаживающая маска. Я ее брала, потому что у меня также от Планеты Органики закончилась омолаживающая маска. Даже не омолаживающая, а лифтинг, с лифтинг эффектом. И мне она очень понравилась. Она у меня была в баночке такой. Это же не могу сказать, что она что-то делала. Хотя, когда первый и второй раз я пробовала ее, что-то такое чувствовалось. Она и увлажняла кожу, и как-то вот немножко подтягивала ее. Но потом, как-то знаете, наверное, привыкание какое-то произошло, что я как-то вообще ничего не ощущала. Я стала ею реже пользоваться, но все равно никакого эффекта не видела. Поэтому не могу я ее советовать, потому что в целом мне она не очень понравилась. Так, ну и заканчивается у меня, вернее, закончилась очередная паста сплат, лечебные травы, стандарт, которым пользуемся мы с молодым человеком всегда. И у нас еще одна уже в запасе, так что это неудивительно. Еще у меня закончился бальзам мой любимый от Avon, Avon Care, пчелиное маточное молочко, SPF 15. В общем, любила я им пользоваться, мне он нравился. Сейчас его сняли, по-моему, с производства. И вот год я уже листаю каталоги в поисках этого бальзама, но не могу его найти. У меня есть замена, я обожаю Невею, вот это вот масло от Невея. Буду вспоминать только хорошими словами этот бальзам, а так, если вдруг появится, конечно же, приобрету еще раз. И также у меня закончились мои очередные туалетные водички, также от Avon. У меня вот такая вот была, это Riviera Goddess. В общем, была вот такая вот зеленая версия. Она очень приятно пахла. Очень такая клевая. Напоминает что-то вот море, песок, дождь. Даже иногда мне напоминает. Я очень любила ею в дождливую погоду пользоваться этой туалетной водой. В общем, обожала ее. Я ее закончила очень быстро и даже глазом не успела моргнуть, хотя у меня ее было, в принципе, больше половины. Очень мне понравилось, но повторять ее не буду. По-моему, она там еще есть в каталогах, но повторять ее не буду, потому что, ну, хочется что-то новое пробовать. Также у меня закончилась от Avon туалетная вода Caribbean Paradis. Вот так вот выглядела. Сейчас она есть в каталогах, я ее видела. Это такая вот нежная, какая-то вот персиковая, сладенькая такая, девичья, легкая летняя водичка. Персик, либо манго, что-то такое, я не знаю, в составе есть, что вот так как-то приятно, сочно пахнет. Может, даже дыня, я не знаю. Ну, что-то очень приятное. Обожала этот запах. Закончилась она очень быстро, потому что я, когда еще в прошлом году, ею стала пользоваться, когда заказала только. У меня ушло половина бутылька, и в этом году я ее добила очень быстро, поэтому не советую. Она не стойкая, не советую, из-за стойкости именно не советую, но запах очень приятный. Вот эта, она неплохо так держится на коже и на одежде, и неплохо так запах, ну, не то чтобы раскрывается, у туалетной воды я не могу сказать, что запах как-то раскрывается, но запах приятный остается на вас, он как-то не становится кислым, либо каким-то неприятным, очень неплохая даже. И также закончилась у меня от Ariflame вода, она была лимитированная какая-то, вышла один, по-моему, или два раза в каталоге. И очень приятная, она очень мне напоминала, я уже говорила в каком-то заказе, когда заказывала, она очень мне напоминала Eternal Magic водичку, которая мне очень нравится, эта водичка от Avon. Ну, вот эта от Ariflame, она, быстрый расход у нее, не очень стойкая, но запах очень приятный. Можно было позволить себе, тем более она стоила там не очень дорого. Так, еще закончился вот такой вот антиперспирант, наверное, или что это? Это, да, антиперспирант. Наконец-то я научилась различать, хоть и не уверена, но различаю. В общем, этот антиперспирант от Nivea Man пользовался им, соответственно, молодой человек. Я почему его показываю, потому что он стал пользоваться вот такими вот штучками с распылителем. Раньше он пользовался либо гелевыми мужскими вот этими антиперспирантами, либо мокрыми, и ему они не нравились. Он решил попробовать вот такие, он никогда не пробовал. В общем, здесь написано 48 часов, серебряная защита, динамик, пауэр, защита от бактерий, сионами серебра. Честно, мне, когда я пользовалась, я как раз попользовалась перед тренировкой, незадолго до этого. В общем, мне не понравилось. Пот выделялся, у меня были подмышечные впадины мокрыми. Одно плюс запаха никакого не было, потому что здесь какой-то запах, ну, обычный, по-моему, стандартный запах Nivea. Не знаю, другие не нюхала, но запах приятный был. В общем, мне не понравилось, он пользовался. Но по футболкам, я могу сказать, я замечала, что не очень это средство ему помогает. И сам он мне сказал больше не покупать такое вот средство. Поэтому показываю я просто для того, чтобы предостеречь, что это средство не стоит потраченных денег. Поэтому имейте в виду. Так, и осталось тут совсем чуть-чуть. Потерпите, пожалуйста. Просто закончились у меня очередные, вернее, не очередные, а давно я еще приобретала, еще как-то в Инстаграм выкладывала фотографию рыбий жир. Выпила две упаковки. По-моему, да, 100 капсул было. В общем, 200 капсул я выпила, покупала вот такие вот. Кстати, когда я их пропила, я заметила, что у меня стали ногти хорошие, крепкие. У меня слоились до этого ногти. После этого стали они крепкие, не слоились и не слоятся у меня до сих пор. Так что, в принципе, я считаю, что цена им здесь 40 рублей. Люди, те, которые говорят, что нужно покупать лекарства, ну, вернее, рыбий жир нормальный, в нормальных капсулах, либо сайхерб. Честно, уверяю вас, можно вообще пойти купить в каплях и пить и получать то же самое, что вы получаете за 300 рублей, за 1000 рублей купленных своих капсул. Так что, не вижу смысла тратить больше денег. Так, закончились у меня мыло. Мыло от Johnson's Baby. Это мыло у меня с молоком. Вот такое вот зеленое. Очень мне нравилось. Я была очень довольна, когда пользовалась этими мылами. Это у меня с миндальным маслом. Такое вот. Тоже мне очень нравилось. Сейчас, в принципе, буду брать еще эти мыла. Еще у меня закончилась вот такое вот мыло весна. Я его получила в подарок за какую-то покупку в очередном магазине. В общем, запах у него был именно конфет тути-фрути, поэтому я им с удовольствием пользовалась. Также у меня закончилась давно уже мыло Palma Leve Naturel. И свежесть, в общем, летний арбуз. Вот такое вот мыло у меня было. Оно такое прозрачное было. Я когда-то давно еще пользовалась такими вот прозрачными мылами. И как-то вспомнила это время. В общем, приобрела. Но, честно, оно какое-то было обычное. Вот этот запах стандартный мыла перебивал запах арбуза. И как-то все перемешивалось, смешивалось. И не очень было приятно. Что не могу сказать про мыло Johnson's Baby. Мне они очень нравятся. И нет вот этого запаха именно мыла. И если есть какой-то запах у них, к примеру, вот эти, они идут особо без запаха. Есть такое фиолетовое, по-моему. Оно немножко такой запах имеет, по-моему, лаванды или что-то такое. В общем, наговорила. Тут много про мыло. Так, еще у меня закончилась миниатюрка. У меня была такая масло от Johnson's Baby. Кстати, слышала о том, что некоторые парафинят вот это вот масло, рекламируя какие-то другие масла. Я, честно, мне никто не проплачивал. Я бы, конечно, может и не против была бы. Но я его попробовала первый раз. Брала вот такую вот миниатюрку. И мне оно понравилось. За счет того, что я его приобрела зимой. И зимой мне от обычных каких-то баттеров, кремов, мне не хватает увлажнения. Я его нанесла. Во-первых, почему я люблю масляные текстуры? Потому что, когда я ими пользуюсь, получается такой согревающий эффект. Потому что, когда вы наносите на кожу, получается такой некий мини-массаж. И получается, вы разгоняете кровь. Также получается согревающий эффект. И мне это очень нравится. Увлажнение. Я не перемерзаю, потому что я мерзлячка за счет вот этого согревающего эффекта. Меня в целом и полностью устраивает это масло. По составу могу сказать, что оно мне не нравится. Я не хвалю то, что мне не нравится. Для детей я не советую это масло. Вот честно. Хотя оно сделано для детей. Состав убийственный. Поэтому не советую. Именно для детей. Но для взрослых. У меня куча знакомых есть, которые пользуются этими маслами. Именно для себя. В целом, цена у него бюджетная. Я считаю, по сравнению с другими маслами для тела. Так что, пользовалась и буду пользоваться. Но не говорю, что не попробую что-то другое. Конечно, буду пробовать что-то другое. Но вот это вот мой фаворит. И также у меня закончился крем для рук. Я показывала его вам. Заметила, кстати, что вот эту фирму продают. Я покупала в 7 дней. Но эту фирму продают в Модисе почему-то. Я не знаю, что это за фирма такая. Уэйс называется. В общем, обычный такой неприглядный тюбик. Но крем шикарный был. Он питал, увлажнял кожу рук. И делал ее шелковистой. Наносила вот этот крем. Даже после мытья посуды. Потому что я мою без перчаток. В целом, нормальный крем. Могу посоветовать. Ну вот, в принципе, и все. Я закончила. Кучу пустых баночек вам показала. И буду теперь монтировать это видео. Надеюсь, вам понравилось проводить время со мной. В скором времени ждите видео. Много видео о пустых баночках и о покупках. Сегодня, кстати, у нас такая более-менее ясная погода. Солнышко светит. Потеплело на улице. До этого такие холода были. Честно, мы уже ходим в куртках. Расскажите, какая у вас погода. Потому что, в целом, я заметила, что по всей России, буквально по всей России, какие-то, не знаю, циклоны, наверное, или что это. В общем, мир сошел с ума, честно. И погода оставляет желать лучшего. Я понимаю, что настала осень. Но, насколько я помню, раньше, в сентябре, можно было еще ходить купаться. Можно было загорать. Можно было на природу уйти. Сейчас такая холодина, что просто даже на работу не хочется выходить утром. В общем, заболталась я. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. И пока-пока.